Русские летописи – это такой себе уникальный историографический феномен, письменный источник раннего периода истории московитов. До сих пор исследователи не могут прийти к единому мнению ни об их авторстве, ни об их объективности. То есть, кто точно написал – неизвестно. Если в этих летописях хоть частица правды – тоже неизвестно. Проверить все это фактически невозможно. И тем не менее, на основе этих сомнительных текстов, так называемых древнерусских летописей, на протяжении столетий строится официальная историография России. Получается, что все эти скрепы русского мира, уходящие корнями в седую глубь веков – ничто иное, как набор домыслов, выдумок и ничем не подтвержденных мифов. Проще говоря, ложь. Любопытно, что летопись – это исключительно русское явление. Мировых аналогов в литературе нет. В России считают, что слово происходит от древнерусского «лето», что означает «год». Другими словами, летопись – это то, что создавалось из года в год. Складывалась она не одним человеком и даже не одним поколением. В ткань современных авторам событий вплетались древние сказания, легенды, предания и откровенные фантазии. Трудились над летописями монахи. Особенностью древнерусской летописи, в отличие от средневековой европейской хроники, является ее изначальный художественно-идеологический характер. Летописец не столько отображал, сколько реконструировал события. Правящая верхушка, которая в том или ином феодальном центре налаживала у себя дело летописания, в изложении событий, заносимых на страницы своего летописца, заботилась не о правдивости передачи, а о создании такого повествования, которое было бы выгоднее всего для этой местной политической власти. Об этом факте говорят тексты летописей, которые часто противоречат друг другу в описании одних и тех же событий. Например, Лаврентьевская и Новгородская первая летописи описывают житие того же Александра Невского совершенно по-разному. Новгородцы сдержаны в описании деяний князя, в то время как в Лаврентьевском тексте Невский представлен чуть ли не былинным героем, в духе русских сказок. Естественно, что российские историки взяли за основу тот текст, где князь является героем. Невской битвы и прочих якобы подвигов во славу земли русской. Хотя никакой русской она на самом деле не была, а являлась золотоордынской Московией, которую присоединили к Киевской Руси в фантазиях летописцев. В то же время шведская хроника тех лет, по европейской традиции скрупулезно описывающая абсолютно все события и факты, все победы и поражения, ни словом не обмолвилась ни о какой Невской битве и якобы разгроме шведов на Неве. Кстати, подробно миф об Александре Невском мы разобрали в одном из наших прошлых видео. Посмотрите, это очень занимательная история. Ссылка в подсказках в описании и в конце этого ролика. Европейские хроники вообще отличаются от московских летописей, как небо от земли. Историки стран Европы могут в мельчайших подробностях ознакомиться не только с историей войн своих стран, но и с особенностями быта, нравов и экономических отношений в древности прямо из первоисточников. Не из пересказов, трактований и домыслов, а прямо из текстов многочисленных хроник, которые велись не только церковниками, но и светскими хронистами в городах. История Европы – это открытая книга с минимальным количеством белых пятен. История же Московии – это одно сплошное белое пятно. Причем с какой-то радости вся древняя история московитов выстроена на основе киевской летописи под названием «Повесть временных лет». Этот текст является чередой заковыристых загадок, которым посвящены сотни научных трактатов. На повестке дня уже не меньше двух веков стоят четыре вопроса. Кто автор? Где начальная летопись? Кто виноват в фактологической путанице? И подлежит ли древний свод восстановлению? То есть, по сути, исходник повести временных лет, летописи, ставшей основой московской государственности, никто и в глаза не видел. Все, что дошло до наших дней, только лишь пересказы. Это если не говорить о том, что «Повесть временных лет» – это вообще-то история Киевской Руси, которой Золотоордынская Московия никакого отношения не имеет от слова «вообще». Они вплели «Киевскую повесть временных лет» в уже чисто московитские летописи – «Лаврентьевскую», «Новгородскую», которая была, по сути, пересказом киевской летописи с дополнениями, и в другие тексты. Таким образом, московиты присвоили себе историю Киевской Руси. Причем справедливости ради, повторюсь, что исходника повести временных лет никто не видел уже много столетий. Наиболее распространенное название повести сложилось из начальной фразы «Се повести временных лет». В научной среде в ходу еще два названия – «Первоначальная летопись» или «Несторова летопись». Считается, что автор летописного свода о колыбельном периоде Руси – монах Киева-Печерской Лавры Нестор. Что о нем известно? Имя вряд ли родовое. Он был монахом, значит, в миру носил другое. Нестора приютила Печерская обитель, в стенах которой и совершал свой духовный подвиг трудолюбивый агеограф конца XI – начала XII веков. За это он был канонизирован русской православной церковью в лике преподобных, то есть угодившей богу монашеским подвигам. Прожил он около 58 лет и считался глубоким старцем по тем временам. Повесть временных лет называют одним из самых ранних древнерусских летописных сводов начала XII века. Нестор начинает повествование сразу с послепотопных времен и следует за исторической конвой вплоть до второго десятилетия XII века, до финала своих собственных лет. Однако на страницах, дошедших до нас вариантов повести, имени Нестора нет. Возможно, его и не было. Или оно не сохранилось. Авторство устанавливали косвенным путем, с опорой на фрагменты текста повести в составе уже ипатьевской летописи, которая начинается с безымянного упоминания ее автора – чернорисца Печерского монастыря. Поликарп, другой печерский монах, прямо указывает на Нестора в послании к архимандриту Акиндину, датируемом XIII веком. Манера несторовского изложения историкам известна, поскольку авторство его «Чтение о житии и о погублении Бориса и Глеба» и «Житии преподобного Феодосия Игумена Печерского» доподлинно. Последнее дает специалистам возможность сравнить авторские подходы и считать Нестора автором повести временных лет. Однако, где же начальная летопись? Ее нет. Ни у кого. Этот краеугольный камень московской государственности – какой-то фантом. Все о нем слышали, от него отталкивается вся московская история, но никто за последние лет пятьсот не держал его в руках и даже не видел. Еще историк Ключевский писал «В библиотеках не спрашивайте начальной летописи. Вас, пожалуй, не поймут и переспросят, какой список летописи нужен вам. До сих пор не найдено ни одной рукописи, в которой начальная летопись была бы помещена отдельно в том виде, как она вышла из-под пера древнего составителя. Во всех известных списках она сливается с рассказом ее продолжателей». То, что мы называем повестью временных лет, существует сегодня исключительно внутри других источников, причем в трех редакциях. Лаврентьевской летописи от 1377 года, Ипатьевской, 15-е столетие, и Хлебниковском списке, 16-й век. Но все эти списки, по большому счету, лишь копии, в которых начальная летопись предстает в совершенно разных вариантах. Начальный свод в них просто тонет. Ученые связывают это размывание первичного источника с неоднократным и отчасти некорректным его использованием и редактированием. Иными словами, каждый из будущих, так сказать, соавторов Нестора рассматривал этот труд в контексте своей эпохи и политического заказа. Вырывал из летописи только то, что идеологически соответствовало духу конкретного времени и вставлял в свой текст. А что не нравилось, в лучшем случае не трогал. И историческая фактура при этом терялась. А в худшем случае, переиначивал информацию так, что и сам составитель ее бы не узнал. Подлежит ли начальная летопись восстановлению? Абсолютно нет. Из давно заваренной каши фальсификаций эксперты вынуждены буквально по крупицам выуживать первоначальные знания о том, откуда есть пошла земля русская. Поэтому даже непререкаемый авторитет в вопросах идентификации древнерусских литературных раритетов шахматов чуть менее века назад был вынужден констатировать, что восстановлению первоначальная текстовая основа летописи при теперешнем состоянии наших знаний не подлежит. Причину такой варварской редактуры ученые оценивают как попытку скрыть от потомков правду о событиях и личностях, что делал почти каждый копиист, обеляя или очерняя описываемые факты. И в итоге, что мы имеем по существу? А ничего. История Московии выстроена на удобном ей трактовании и выгодных пересказах киевской летописи и многочисленных фантазиях в своих собственных летописных источниках, написанных позднее. Не исключено, что исходник, первоначальный текст повести временных лет, скрыт в Москве и за семью печатями, чтобы весь мир никогда не узнал, что эта выгребная ебан не имеет ничего общего с Киевской Русью. Но мы-то с вами это и так знаем. Правда? Спасибо за внимание! Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, а также поддерживайте автора на платформе Patreon, где вы сможете получать дополнительный контент и смотреть видео до официальных премьер. Всем добра и здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова